Здравствуйте, друзья! Небольшое дополнение к той дискуссии, которая сейчас последние два дня развернулась по поводу права на гражданство США по рождению. И помимо юридического аспекта или какого-то еще, я хочу вам просто показать результаты статистического опроса, который был сделан, как мы видим, ровно год назад, практически в 2017 году. И мы видим, как разные группы населения относятся к праву на гражданство США по рождению. И вот на правой стороне все расписаны. Вот посмотрите, как раз они уместились у меня на экране. И мы видим, что синенькие это поддерживают, а оранжевые это возражают. Вот так я чуть-чуть еще покручу. Вот, отлично все уместилось. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что сумма синенького и оранжевенького столбиков не обязательно равна 100%. То есть, как бы практически нигде и не равна. Вот, значит, идут самые разные категории. Вы видите, либеральные демократы. 6% возражают против права на гражданство по рождению. 91% за. Это то же самое. Это самые высокие проценты. То же самое, как, например, вот Латинос. Внизу последняя строчка. Вот Латинос. У них тоже, значит, 91% за и 6% против. Но дальше мы смотрим умеренные демократы. 84% за независимые. 76%. Республиканцы. 57%. Но против у республиканцев только 36%. То есть, на самом деле, как бы существенное, я бы сказал, доминирующее большинство республиканцев, за то, чтобы было право на гражданство по рождению. Мужчины и женщины 72-77%. Женщины более гуманные, они более мягкие. Возрастные группы. От 18 до 39. 77%. Никакой разницы. От 40 до 60. От 60 и выше 73. Они, может быть, чуть более такие консервативные. Но практически сказать, что разница какая-то есть. При том, что погрешность там они написали 3%. Ну, примерно то же самое. HS это high school. Уровень образования. Люди, которые закончили high school и меньше того. Среднее образование и меньше. 67% поддерживают. Которые поучились где-то, но еще не закончили университет. 77% которые закончили. 76%. То есть, то же самое. Афроамериканцы там 85% за. То есть, на самом деле, самая низкая поддержка. Это, казалось бы, вот у республиканцев в целом. Но и то она на уровне, там, я не знаю, 2-3 от тех, кто принял участие. 57%, 36% вместе это 93%. То есть, не сильно отличается от 60% там, если в целом. Такая вот история с правом на гражданство. И с тем, что люди на эту тему думают. Конечно, это можно раздуть. Из этого можно устроить там, я не знаю, чего еще. Но вот статистика вот такая. Она, в общем, довольно свежая. Это статистика, на которую уже повлияли антииммиграционные. И вот эти вот настроения, которые уже к этому моменту 2 года были в стране. В результате деятельности, там, скажем, республиканской партии и ее кандидата. Это уже 2 года после того, как шла такая антииммигрантская истерия. Вот такие примерные результаты. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин